...документ оценила более чем позитивно и призвала добиваться гражданства для всех русских. Среди причин называют прогнозы по демографии Российской Федерации, но согласно которым, если ничего не предпринимать, к 40-му году Россия будет страной мусульманской. И, как пишет сама Симоньян, медицинский факт, подтверждаемый расчетами. Налицо разжигание межэтнического конфликта на ровном месте. Я хочу обратиться к публикации Маргариты Симоньян, которая, вот я ее даже себе распечатал, которая написала текст, он висит на эхе Москвы, называется «Пожалуйста, верните русских домой». Значит, и там вот такой фрагмент. «Теперь давайте не останавливаться, пока не добьемся гражданства для всех русских». Вот такой фрагмент. «Пока не выбьем из равнодушных или корыстных, или просто ленивых, или даже искренне ошибающихся ответственных граждан все их аргументы, почему этого делать не надо». Вот контраргументы здорового человека. «В современном мире нельзя давать гражданство по этническому признаку. Еще как можно. Израиль дает, Германия дает, Греция и кто только не. Здорового человека никак не может коробить, что Россия принимает обратно домой людей одной культуры, истории, языка, общего прошлого, и хочется думать будущего. Это я вам как чистокровная армянка говорю», утверждает Маргарита Симоньян. Маргарита Симоньян говорит, как же так? Вот немцам можно давать гражданство Германии, вернее Германии можно давать гражданство немцам, Израилю можно давать гражданство евреям, грекам можно давать греческое гражданство, а России нельзя. Русофобия получается. Принципиальная разница того, как предоставляется гражданство Германии немцам, Израилем евреям и Грециям заключается в том, что эти-то дают гражданство тем, кто переехал в страну. Переехал в страну. Вы не можете, будучи просто этническим немцем, живя где-нибудь в Казахстане, или где-нибудь в Поволжье, или в Сибири, вы не можете получить гражданство. Вы должны приехать туда. Здесь же все делается совершенно другое. Здесь насаждаются граждане другой страны в оккупированных территориях, которые остаются на оккупированных территориях. То есть, получается так, формально территория Украины, а жить там будут наши люди, устанавливать наши порядки. Но это совершенно другая история. Это и есть такая паспортная оккупация. Продолжение, закрепление паспортной оккупации. Принципиально, это абсолютно лукавый текст. И в нем, я просто хочу обратить внимание на дальнейшее развитие этого текста, там, где она говорит, что Россия будет страна мусульманской, и попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте ваш сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов. Это вот с ужасом человек говорит. Речь идет о том, что ее фамилия не устраивает. Ее не устраивает национальность, этничность. Понимаете, с моей точки зрения, вот здесь вот этот текст Маргариты Симоньян, он откровенно нацистский. Он просто нацистский. Почему? Потому что человек говорит, Россия для русских. При этом этот текст пишет человек, который тут же говорит, а я чистокровная армянка. Ну, если следовать ее нацистской логике, то ей место на сегодняшний момент не в России. Получается так. И человек вот такие вот вещи пишет. Значит, понимаете, писать вот такие вещи, значит, вот Россия там будет мусульманской страной, будет править Нурмагомедов. И в то же время, я не знаю, если бы каким-то чудом моей страной руководил Нобелевский лауреат, писатель Архан Памук, турок черкесского, на минуточку, происхождения, черкесских кровей этнических, я был бы рад. Ну, я не знаю, какой из него там был бы президент, но вот я считаю, что это выдающийся мыслитель гуманистической направленности. И здесь можно привести еще достаточное количество людей, которые, так сказать, относятся к совершенно чужды нам по этничности, но являются...